Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, вы кто? Звана Кистов Кумбанка, Кузенцов Алексей Аверкевич, отдел судебного искания. А, судебного искания, ага, слушаю. Как вас зовут? Меня не зовут, я сам прихожу, что ты хотел? Как я могу к вам обращаться? Ко мне может обращаться мой господин, обычно Субкомбанк ко мне так обращается. А имя у вас есть? А мой это имя, а господин это отчество, можешь по имени отчества обращаться. А фамилия у вас как? Фамилия моя господина. Еще раз. Ты глухой или тупой? Я не понял. Нет, полностью присутствовал. Мой господин господинов, слушаю тебя. Я могу со Светланой Андреевной? Не знаю, можешь ты или нет, это к твоему логопеду, можешь ты разговаривать? Нет, как-то я не врач, у меня нет. Можете дать ей трубку? Нет, не могу, она у меня в огороде закопана, в заднем дворе прикопана. Это мне откапывать нужно. Вы сейчас готовы к диалогу? А я с тобой не разговариваю? Нет, это самое пустое место получается? Вы некорректно разговариваете. Что же некорректно? Я разговариваю. Подскажи, пожалуйста. А кем вам приходит Светлана Андреевича? Она мне приходится трупом закопанным на заднем дворе у меня в огороде. Понятно. Она жива, здорова или все-таки умерла? Ты точно тупой, да? Я тебе сказал пять минут назад, что я ее закопал в огороде, на заднем дворе. Когда она умерла? Она не умерла, я ее живой закопал. То есть она жива, да? Да, жива, наверное, еще не знаю, два дня прошло, может еще жива. Хорошо, передайте ей, чтобы... Тебе геолокацию скинуть и поедешь откапывать? 8800, что равно 1545. Назовите я вам телефоном. Давай я скину тебе геолокацию, приедешь, откопаешь, поговоришь, все, то есть как бы как положено. Нам это неинтересно. Неинтересно? Всего доброго, счастливого похода на морской полу. А тебе дай ее текущей ситуации в банке? Мне неинтересна ее текущая ситуация в банке, и ей тоже уже неинтересно два дня. Вы знаете о ее текущей ситуации в банке? Я тебе ответил, ты точно тупенький, да? Да, наберут по объявлению, как не скажет мой покойный отец. У вас есть отец. Могу я услышать Викторию Александровну? Нет, зачем? Переговорить нужно. Ну ты смс-ку прислал ей, что передает самая выездная группа ожидается. Мы ждем с нетерпением, все, она уже пизду побрила, костюм одела. Кнот, плетка, беда. Ты зачем так разговариваете? Ну как я разговаривал? Да, ну как? Вы кто? Ты не иди давай, а подъезжай, выездную группу обещал, не пропиздоболься теперь. Вы кто, говорю? Вы боитесь представиться, что ли? Я очень боюсь представиться. Ты что, боюсь тебя и выездной группы вообще? Видишь, от страха, аж колени. Понятно. Понятно, понятно, уходите от ответа. Ухожу, конечно. Я вас понял, вот таких очень много, которые много говорят, а на самом деле все боятся. Много посылают, привычные уже. Я понял. Отлично. Нет, 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 просто вот таких героев очень много, к сожалению, бывает. А по факту, когда говорят, ну, представьтесь, вы кто? Да что ты, я стесняюсь-то, что я стесняюсь. Ну, все понятно. Вы не стесняйтесь. Это называется страх. Вы просто, если бы у вас было достаточно образование для этого слова, вы бы наверное знали... Слушай, Василий Петрович. Я агент со судебного взрывкания, меня зовут Сорокина Александр Викторович. Разговоры наши записываются. Статья Андреевна знакома вам. Очень может быть. А вы прям судебное взрывкание? Агентство судебного взрывкания. А, судебного взрывкания, да? Ну, ты к вам в суд, а чего ж вы звоните? Сейчас вы судебного взрывкания. Статья Андреевна, кем вам приходите? Тебе же это не касается, у тебя нет полномочий выяснять эту информацию. Нам необходимо передать важную информацию. Ну, необходимо, подъезжай, передай, она падает с регистрации. Как я могу к вам обращаться? Ко мне можешь обращаться, мой господин, по традиции. Как я могу к вам обращаться? Мой господин, ты глухенький или тупенький? Не слышишь или не понимаешь? Конструктивно и корректно взял. Конструктивно и корректно взял. Это как, будь любезен критерий? Сообщи, пожалуйста. С кем вам приходит, конструктивно? Она мне кем-то приходит, а у тебя нет полномочий это выяснять? Ты точно тупой, да? Я нахер не усрал твой номер горячей линии. Ваши интересы с нами связаться? Нет, у нее нет таких интересов, ты ошибаешься. До свидания. Все, пошел нахер. Алло. Скажите, это была Виктория Владимировна? Конечно, это я слушаю. У вас имеет... Так. Вы на Викторию Владимировну не похожа. Не похожа? А ты меня по телефону видишь, да? Ты Настенька Ясенхуй. Всего доброго. Будь здорово, Холмыч. Чего звонила? Здравствуйте, Сергей Петрович. Здравствуйте, неизвестная женщина. Сергей Петрович, меня слышно? К сожалению, да. Меня зовут Москалева Ирина Владимировна, отдел заскания банка Тиньков. По вашему кредиту на покупку имеется задолженность 16 852 рубля. Требования банка произвести оплату сегодня. Вы готовы вмести оплату в указанные сроки? Нет. Вы должны понимать, что рано или поздно... Вы должны понимать, что рано или поздно... Я их нарушил, да. Поэтому банк на законных основаниях выставляет мне требования. Я помню. Вы должны понимать, что рано или поздно вам придется погасить данную задолженность? Ага, ну я понимаю, да. Поэтому сейчас... Именно сейчас в ваших интересах занять необходимую сумму у друзей или родственников, чтобы урегулировать вопрос с банком как можно скорее. К кому из близких вы уже обращались? К тебе вот обращался, ты мне отказал. Сергей Петрович, банк и так вам ранее выдал кредит, по которому вы допустили образование просроченной задолженности. По своей стороне мы готовы подарить оплату 16 852 рубля до 15 сентября. Так нет, ты же мне только ровно подарил мне 16 582 рубля. Сергей Петрович, у вас имеется обязательство перед банком. Ага, и что? Максимальный срок, который банк готов вам предоставить до 15 сентября. Оплата поступит? Нет. Какая основная причина, почему своевременно не получилось внести минимальный платеж? Мы не требуем подробного описания вашей ситуации. В двух словах объясните, что у вас происходит. Я же тебе сказал, какая-то. Там как раз два слова. Эта информация поможет банку принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Какая основная причина, почему оплата минимального платежа не поступила своевременно? Сергей Петрович, вы сейчас трудоустроены? Ну, а тебя это как беспокоит? Ты хочешь меня на работу взять? Я согласен. Банк имеет право уточнять финансовую сторону клиента. На чём обеспечении вы сейчас живёте? На чём обеспечении вы сейчас живёте? На твоём обеспечении и на обеспечении Олежки Тинькова. Сергей Петрович, если вы продолжите разговор в таком контексте, то разговор у нас не получится и проблема решена не будет. Так если у меня нет проблем, как можно решить то, чего нет? В данной ситуации у вас имеется задолженность перед вами. Но это же не проблема. Если это не проблема, почему вы до сих пор не произвели оплату? Я не хочу её производить, я же уже отвечал. Другая говяжья голова твоя не зафиксировала, что ли, опять? Сергей Петрович, я правильно понимаю, вы взяли кредит на покупку с целью невозврата? С целью разврата, да. На бляде и кокаин. Вы заведомо взяли кредит на покупку с целью невозврата? Ты с первого раза не поняла, да? Я её взял с целью разврата на девушек нижней социальной ответственности и наркотики. Банк готов предоставить вам максимальное время при условии, что вы максимально приложите все усилия, чтобы произвести оплату. До 18 сентября включительно вы готовы обеспечить поступление 16 852 рубля? Нет, давай начинай торговаться. Сергей Петрович, вы понимаете, что сроки исполнения обязательств регламентированы не только условиями договора, но и 314 статьей Гражданского кодекса Российской Федерации? Какая же срока ответственность предусмотрена за нарушение 314 статьи и будете обязаны? Вы нарушаете сроки оплаты. Какая ответственность за нарушение гражданского кодекса России? Скажи ко мне, пожалуйста. У вас имеется обязательство перед банком, подписав договор и пытались вы согласны. Более подробно про ответственность, вы можете ознакомиться самостоятельно. Самостоятельно. Статья 314, статья... Потом ты делаешь, что Гражданский кодекс не имеет ответственности за тобой, не предусматривает. Это декларативная статья. Банк готов предоставить вам возможность урегулировать вопрос долгом добровольно и согласовать для вас максимальный срок на оплату до 20 сентября. В этом случае вы оплатите 22 600 рублей. Я оплачиваю после наступления ответственности по 314 статье Гражданского кодекса. Передача дела в суд не уменьшит сумму долга, а скорее всего увеличит ее за счет судебных издержек. Кроме того, по решению суда вы обязаны будете оплатить за должность в течение нескольких дней. В противном случае будут предъявлены меры принудительного исполнения. Прекрасно. Плетками на площади будут бить меня. Очень хочу, чтобы плетками избили. Сергей Петрович, вы готовы продолжить конструктивный диалог? А я с тобой не разговариваю? Непосредственно касаемо по вашему кредиту на покупку. Что ты хочешь? Как-то давай динамичнее. Поряд ли... Мучаюсь вырезать потом молчание твое. Сергей Петрович, у вас имеется обязательство перед банком. Нам необходимо понимать, когда и какая сумма от вас поступит. А я здесь при чем, если вам это необходимо? Поскольку у вас имеется обязательство перед банком. Ну как же, вам необходимо понимать, я здесь при чем. Договор заключен у вас с банком. Ага, и что, мне аплодировать? У вас имеется обязательство перед банком. Я положил на них большой морской половой орган. Диалог у нас не получится и проблема решена не будет. Так если нет, то... Вы готовы продолжить? Алло. Алло. Добрый день, компания Веб-банкера. Дел до судебного калькулирования. Меня зовут Киева Алена Алексеевна. Могу я услышать, Ирина Николаевна. Ну зачем она тебе нужна? Ты к логопеду хочешь записаться? Ирина Николаевна, можешь я тропку передать? Ирина Николаевна не логопед, ты ошиблась номером, возможно? Мы перезвоним Ирина Николаевна. Всего доброго, будь здорово, солнышко. Счастливого пути на морской половой орган. Это очень многое мне объясняет. А я компания ФБТ. Наша компания занимается кредитованием. А, вон она. Пожалуйста. Нет, спасибо, всего вам доброго. И не звоните сюда никогда больше, чтобы не быть нахуй посланной. Будьте здоровы. Здравствуйте. Слушаю, да, я. Что вы хотели? Микрокредитная компания Конго. Меня зовут Никифор Роман Акентеевич. Ведется запись разговора. Я правильно понимаю, разговариваю. Все, что вы решили позвонить. Я разговариваю с Сергеем Эдуардовичем. С Сергеем Эдуардовичем, да, разговаривайте. Слушаю вас. Сергей Эдуардович, благодарим вас за пользу. Микрокредитная компания Конго и за то, что вы оставите на связи с нами. Звоним по поводу вашей просроченной задолженности. У вас на данный момент 15-й день просрочки. Сумма... Сначала тебе в руку побросаете, да, а потом четвертый поговорить решили. Сумма задолженности составляет 27 тысяч 5,5 тысяч 6,6 копеек. Скажите, Сергей Эдуардович, по какой причине вы не выполняете свой договор с микрокредитной компанией Конго? Слушайте, я давайте вопрос в теки буду читать. Однажды в студионную зимнюю пору я из леса вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая золото вуз. Так по какой причине вы не выполняете свой договор с микрокредитной компанией Конго? Сергей Эдуардович. По какой причине вы три раза звоните и трубку бросаете, а на четвертый разговаривать решили? Сразу после ответа на этот вопрос я отвечу тебе на твой. Я предлагаю вам вести конструктивный диалог. Сразу же, как ты мне скажешь, что такое конструктивный диалог? Определение, будь любезен, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаю вас, кто-то. Компания ООО МКК «Стабильные финансы» онлайн-серий с «Гринмани». Меня зовут Алёсова Анна Владимировна, ведется запись разговора. Сергей Эдуардович. Сергей Эдуардович, да, слушаю вас. Я правильно понимаю, разговариваю с Сергеем Эдуардовичем? Правильно вы понимаете, разговариваете с Сергеем Эдуардовичем. А почему в третьем лице про себя? Ну а как нужно разговаривать? Я Сергей Эдуардович, как нужно сказать. Собственно, персоны. Милостивю Богу, Николай Сторый. Что, простите? Ничего, не страшно. А что вы дальше продолжили, не расслышиваясь? Ну я не знаю, что ты хочешь, солнышко. Почему вы так разговариваете? Ну не знаю, мне голос твой нравится. Нельзя, что ли? Я не подружиться вам звоню, наверное. Ну я не знаю, а вдруг ты подружиться мне звонишь? Ты же не сказала, зачем ты звонишь. Я представилась, наверное, можно полагать. Ну и что представилась? Какие-то финансы у тебя стабильные. Я за тебя очень рад, что все в своей жизни стабильно. У меня все стабильные, у вас нет. Алло, здравствуйте. Слушаю вас, кто? Сергей Петрович, верно? Верно. Сергей Петрович, отлично. Меня зовут Суленцова, Злата Дмитриевна. Компания ВЭБЗУ, МКК, академическая запись разговора, касаемо долга вашего связанца. Дорог, два дня игнорируется, возврат денег, что? Что-то мне не так. Что не так? С вашим долгом, что не так? 42 дня игнорируется возврат денег. Долг 49 760 рублей 40 копеек. На ком основании деньги в компании не возвращается? А я без основания деньги в компании не возвращаю. То есть, по запись, телефон разговор подтверждает, что в цели не возврата изначально деньги? Да, на блядей, как один, я же говорил уже. Да, вы корректно общаетесь. Я корректно общаюсь. На девушек низкой социально ответственности и наркотики. 40 2 дня. Мы начисляем вам дополнительный штраф. Это же прекрасно. Вы считаете побольше, конечно. Конечно. Мы в рамках закона по максимуму и праву. А можно побольше? Не в рамках закона. Можно побольше чуть-чуть. Будьте любезны. Вы на конструктивный диалог готовы ли вам еще раз? А что такое конструктивный диалог? Скажи, пожалуйста, мне критерии. А вы не знаете? Нет, у нас не знаю. На дыма с нами приходили, я крайне разу на вопрос. Город уже спрашивал, не как разговаривать на мере. Я еще раз говорю, корректно разваривать на Камерина. Что у тебя пердачок подгорает там, да, солнышко? Ну, аккуратнее, туши иди пердачок. Я с вами прощаюсь, ждите нового. Все, сейчас с его пути на муской половой орган. Будь здоровы. Обыц там не подговоряются. Виктория Александровна, здравствуйте. Слушаю тебя, Елена Васильевна, что ты хотела? Прошу прощения, слышу мужской голос. Давайте представлюсь. Меня зовут Корянов Владислав Алексеевич. Микрофинансовая компания «Лайнзайм» ведет запись разговора. Извините, был уверен, что Виктория Александровна услышала по данному номеру телефона. Если вы с ней знакомы, передайте ей, пожалуйста, что она позвонила по номеру телефона 8 800 735 15. Сможете передать? Ну, 2000 мне кидай на телефон, смогу, конечно. То есть не сможете, правильно понимаю? Ну, 2000 сейчас ты мне как кинешь, так я сразу и смогу передать. Я вас понял, всего доброго. Давай, будь здоров, солнышко. Здравствуйте, слушаю вас. Меня зовут Матюшинкова Ирина Александровна. Ведется запись нашего разговора. Ирина Николаевна, супруга ваша. Вы почему интересуетесь? Вы из прокуратуры? Звоним на емкость. А, ну звоните, вы можете хоть в колокол, я же вам не запрещаю. Вы хоть из прокуратуры, что ли? Ну, я не знаю, может вы из прокуратуры звоните в колокол, откуда я знаю. Выбежал прокурор? Вы отвечаете на звонки за них, кто? Что вы так эмоционально отвечаете? Где же я эмоционально-то отвечаю? Просто рад тебя слышать. Прокуратура, я спросила вас, с кем приходится Марина Николаевна. Ну, я тебе ответил, что у тебя нет полномочий это выяснять, если ты не в прокуратуре. Вообще не верните ей, пожалуйста, телефон. Нет, я ее не верну, я у него ее запиздил, поэтому не могу. Здравствуйте. Слушаю вас как-то. Сергей Эдуардович. Сергей Эдуардович, вас внимательно слушает. Компания Макро Нежданов Александр Юрьевич, специалист о делах за сканерами. А, Нежданчик, привет, да, давно тебя не решил. Ты прям Нежданчик сегодня. Да, вы видно сегодня там в ударе. Да, мне нравится, я всегда ударил, спасибо, что беспокойно. Кодекс-то изучайте, дальше будьте ударены. Ты все убегаешь уже, что ли, трудливый, или нет? Ожидайте. А, ожидайте, что ли не звонить почаще, что-то редко звонить стал. Алло. Алло. Компания Индохина, специалист о лидер Чицкого, Светлана Ивановна, здесь завтра разговора. Позвольте Фетлана Владимировна с телефоном. Нет, она не хочет разговаривать со своей тезкой, она не любит это имя. Как вам сколько лет? Мне 19, ты завидуешь? Я молод и красив. Я не ваша мама. Ты не моя мама, я знаю. Ты не моя мама, я знаю, что ты не принятая. Я не принятая, что я маму. Вы скоро будете дома сообщаться, я только присутствую Чицкого. До свидания. Я все вернусь, я не могу, да, ага. А ты же не будем сектором обещать, я маму. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой же компания приняла решение? Сергей Эдуардович, здравствуйте. Сергей Эдуардович, это я, да. Меня зовут Кузнецова, Светлана Павловна. Я сайт начинает. Серега, я вас записываю. А я думал, ты Танечка Перевалова. На сегодняшний день у вас просрочка по займу 4 дня. Сумма к оплате 12 490 рублей. Требованная компания внести оплату сегодня до 8 часов. Почему оплату не ночью? Что случилось? Я внашу сразу же, как узнаю, какой компания приняла решение, как говорит ваш тупой робот. Что это? Я глухим два раза обеднюю не служу. Оплата от вас вступает сегодня? Сразу же, как узнаю, какой компания приняла решение. Робот тупой ваш обещал какое-то решение озвучить. В чем здесь это объяснить мне? Ну, это зависимость от этого. Я сразу же помню, как только узнаю, какое решение приняла компания. Так. Когда вам сказали это вообще? Вот сейчас, когда звонит, звонок отойдет тупой робот говорит, что компания приняла решение. Вот будь любезна, звуть, пожалуйста. Ну и что говорит? Ну, говорит, да. Это автоответчик, Сергей, да. Так решение какой-то по компании приняла. Мне же интересно, я же теперь уснуть не смогу. Ну, сказали, что вам сказали. Что вам дальше сказали, Сергей? Компания приняла решение. Дальше в моей жизни появилась ты на другом конце трубки. Ну, это автоответчик. Ну, вот я тебя спрашиваю, какое решение приняла. Или ты не знаешь, тебя компания не поставила известность. А почему вы переходите на Т? Так я никуда не перехожу, я в телефон его разговариваю. Ты не заметила? О, я заметила. А вот вы нормально разговариваете. Так я умею нормально разговаривать сами, вежливо с тобой разговаривают. Ты мне решение-то озвучишь, нет? Не заметно. Это был автоответчик вам, понятно? А, это был автоответчик, ты не компания, ты не знаешь, какое она приняла решение, да? Ты мошенник какая-то. Я вам предсказывалась, я вам предсказывалась, сказала. Ну, вот тупой рог, ты говоришь, что компания приняла решение, а ты его не знаешь. Ну, кто из вас двоих пиздит? Ты или роб? И? Оплата от вас поступает Сергей Двович? Решение-то, какое компания приняла? Поступит сразу же, как узнаю решение. Не понимаю, о чем вы. Ну, компания же приняла решение, какой-то робот говорит об этом. Он не может пиздеть, он же робот. Так. А то сегодня поступает оплата Сергей Двович? Робот, какое решение приняла компания, скажи мне? Это автоответчик. Я знаю, компания приняла какое-то решение, а нет. Или это вранье? Ну, что вы как попугай, Сергей Двович? А ты что, как попугай оплатит, поступает или нет? Это ты попугай. Ну, не ответьте на мой вопрос. Так ты ответь мне, какое решение приняла, я сразу же оплачу. Что задается? В ваших интересах погасить за это? В моих интересах. В твоих интересах ответьте, какое решение приняла компания. Ну, я вам ответила, что я всех ответов не знаю, кто ответил. А вот ты уточни сейчас это самое, перезвони, не скажи, какое решение приняла компания. Ну, если от вас оплата не подозревает, то... Давай поднимать сзади, если побежала, давай, будь здорова. Какое решение компания приняла? Я фиксирую на сегодняшний день. Мне все равно, в твоих, как в месяц, и фиксируешь. У вас есть 24 часа, чтобы у меня оплачу. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое компания приняла решение? Добрый день. Для начала представлюсь, Сергей Александр Александрович. Зачем? Давай сразу решение, которое приняла компания. Кредит плюс, дело записывается. А кто вы? Я не знаю. Кто-то? Ты же кому-то звонишь? На кого-то кто в данной ситуации? Так я в данной ситуации, кто-то, кто... Дайкайте, пожалуйста. Относительно кого компания приняла решение, раз ты мне звонишь? Ну, как кто вы? Мы звоним Викторию Александрович. А, Викторию Александрович звонишь. То есть компания приняла решение какое? Я ей передам обязательно. Так нам с Викторией Александрович нужно говорить вытоганно. Так есть. С тобой имя, что я назвать. Можете имя, что я назвать. Можете имя, что имя. Можете имя, что имя. Нужно. Так вы кто? Автоответчик, секретарь? Я секретут. Да, ты завидуешь? Да, завидуй молча. Что у него есть секретута, а у тебя нет. Ну, если вы считаете, что это должен быть интересно, как бы ваше право. Отлично интересно. Я не знаю, кто вы, да, и зачем на номера отвечаете. Я подберу тебе ваканские секретуты, давай. Но у меня есть пару руководителей, которые любят мальчик. Да не заикайтесь, успокойтесь, мужчина. Вы, в принципе, с ним не умеете отговаривать, но не разговаривайте. Я не могу с тобой успокоить, давайте прям колени трясутся просто. Невозможно просто. Ну, сходите к психотерапевту, он вам поможет в данной ситуации. Так зачем? Я же секретут, мне не хватает моей зарплаты на такой уважаемый и престижный человек в должности. Ну, так не работайте на данный момент. Так зачем? Мне нравится моя работа, мне остаток натуры платят. В общем, не знаю, мужчина, кто вы, информацию, что вы, Виктория Александровна, передавайте, что вы... Да, это 2000 рублей стоит, конечно. Пусть она с нами, самостоятельно. Да вы переоцените свои таланты, поэтому успокойтесь, информацию передавайте. Халя. Субтитры сделал DimaTorzok и потом будете производить оплату. А зачем ты мне это рассказываешь? Я не очень понимаю. Мне это зачем? Ну, вы являетесь клиентом банка. Я не знаю, являюсь или нет. Вы не Сергей? Вы не Сергей Эдуардович? Я Сергей Эдуардович. Вы являетесь клиентом банка. Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал это? Не ты, а вы почему ко мне? Я не знаю. Тебя там несколько, что ли? Я влияю с клиентом банка. А чем догадываешься? Либо вы конструктивно общаться будете, либо, соответственно, мы вам перезвоним. Я не знаю, может перезвонить, я тебя не заставляю. Ну, а на каком основании вы удерживаете деньги банка? Я их без оснований удерживаю, просто нравится мне удерживать. Что еще раз вам нравится? Очень люблю деньги удерживать. Понимаешь, вот как проснуть с утра, так и удерживаю, 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 удерживаю. Не могу надержаться просто никак. Хорошо, я вам делаю. Мне тоже очень нравится. Он перезвонил завтра, я вижу, что конструктивный диалог у него не готова. А как ты видишь? Слушаю вас, что вы? Здравствуйте, жена поступает из компании «Эверест». Инспектора Кисельникова Екатерина Сергеевна. Запись разговора ведется. Мы звоним по поводу Бургера Викторовны. Я могу вас услышать? А зачем она тянула? Дело в том, что за нас поступает из коллекторского агента. Я очень рад, я аж встал от почтения. Разговариваю с тобой стоя теперь. Такая уважаемая, престижнейшая организация. Так вот, можно ее к телефону привезти? Нет, нельзя. Ты понимаешь, в чем дело? Она в горы ушла, на «Эверест» поднимается в данный момент. Ну, в таком случае, если вы не намеренно корректно разговариваете, то, что я не корректно разговариваю с тобой. Я сказал, что ухла в горы на «Эверест» полезла, взяла на лыжное оборудование. Пусть в таком случае возвращается. Ваша Матюченко вчера привезла на лыжное оборудование и сказала, «Парни, в горы тяни, рискни, не бросай одного и его». Что сказали? Пусть он связан с тобой, но я не только сказал, я с ним съел великого русского поэта Владимира Семеновича Высоцкого. Поэтому все хорошо. Добрый день, Сергей Эдуардович. Добрый день, неизвестный мужчина. Что ты хотел? Компания «Эверест» – специалист отдела взыскания Шанин Илья Андреевич. Работаем под брендом «Я заем», диалог записываю. Слушайте, а что ты хотел? Сергей Эдуардович, на улице. 25 день просрочек у вас, 36 минуты. Да ты что? Серьезно, что ли? Ничего себе. Причину назовите, почему не оплачиваете. Причину, не знаю, какая есть. Какие варианты есть, подскажи, пожалуйста. Ну, я у вас спрашиваю. Ну, это же квест какой-то, ты подскажи мне, какие есть варианты. Почему квест? Ну, мышь, какой-то, ты же векторину какую-то играешь со мной. Ну, вы это к чему вообще-то говорите, какая векторина. Я спрашиваю вас, причина какая у вас, почему не оплачиваете. Варианты есть, я сейчас спрашиваю. Какие есть варианты? Причина обоснованная у вас есть или нет? Какая? Нет, у меня только необоснованная. Необоснованная причина, хорошо. Требования компании к вам на оплату сегодня до 8 вечера. А где требования-то, где почитать можно его? Либо в Сельскоумызаемое, либо в Управлении. Требования-то где можно почитать? В личном кабинете. В личном кабинете у меня только два узбека ремонт делают. Я там не помещусь, третий. Да, да. Они, наверное, скурили твоё требование. Ты уверен, что оно там было? Они скурили, наверное, его. Там гашиш, у них дым какой-то идет, там непонятный. Глюки какие-то. Стены желтые, потолок красный. Все хорошо у вас. Я не знаю, это ж не у меня, это узбеки там в личном кабинете у меня ремонт делали. У меня-то все хорошо. Хорошо у вас все. У меня, да. Оплата сегодня поступает от вас, да или нет? Я не знаю. Ты-то нашла оплату спросить вечером. Вон она пошла куда-то. Вон у нее 7 ног и 4 руки. Вон она мажет мне четвертой рукой оплату. А может это прокурор работает в Ленинградской области? Улица Горького, дом 4. Нет, я уже не в соседней палате работаю. Прокурор у нас в соседней палате. Я там не работаю уже. Я в 8-й палате, а прокурор в 9-й. Замечательно. Тебе могу только 5-я что-то предложить. 8-я и 9-я заняты. 5-й Наполеоном. Наполеоном. Вы посидишь, нормально все у тебя будет? Хорошо у тебя будет? В адекватном состоянии находите. Я нет. Меня узбеки скурили твои требования, поэтому я в неадекватном состоянии. Меня уже забрали люди в комнату с мягкими стенами. В 8-ю палату я. В 8-ю палату я в прокурор, 5-я. Уведомления ожидайте. Нет, нельзя. А что вы хотели? Дело в том, что мы с ней договаривались на оплату. А вы с нас на кто? Национальная служба взыскания. А, Национальная служба взыскания. А что вы? Вы взыскиваете какую-то национальность? Евреев взыскиваете? Нет, нормально общаетесь. Мне нужна Мария. А что я не нормально с вами общаюсь? То есть на вывоз называю. Нахуй не послал даже. Дело в том, что мы с ней договаривались на оплату. У нее задолженность. В экофинансах. Вот. И я ей говорила, что за день позвоню. Ага. И чего? Мне нужна Мария Евгеньевна, еще раз говорю. Ну, я не знаю, что ты за истерила. На пизде за его взяла, что ли? Аккуратнее, кликер прищемишь. Наш с вами диалог записывается. Отлично, приложишь эту запись тебе ранее, когда будешь биться головой об стену от бессилия. После тебя только. Хорошо, после меня только, да. Ага. А что ты мне тыкаешь? ЗВОНОК Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok